Итак, всем привет. Меня зовут Алексей Зубанков. Я флаты-разработчик компании Effective. Сегодня будет довольно лайтовый доклад. Просто покажу вам технологию. Showbird, CodePush, Over the Air Update, обновление приложений прямо на устройствах пользователей. Здесь немного слов обо мне. Что хочу сказать. Мой первый проект был не кинопоиск и не to-do-лист. Это приложение для операторов колл-центров. Дальше я занимался довольно крутым приложением, максимально настраиваемым извне, но это не BDUI. И на данный момент занимаюсь перенесением огромной системы в мобильные приложения по компонентам. Переходим, собственно, к Showbird. Где-то полгода назад у меня в рекоментациях в YouTube появилось вот это видео, где замечательный мужчина в очках. Его зовут Эрик Сейдл. Показывает, как он обновляет приложение, релизную версию на эмуляторе путем прописания каких-то команд в терминале. Скорее всего, такое видео могло попадаться и у вас, потому что вы интересуетесь флатером, и вряд ли вы не смотрите YouTube. Кто же такой Эрик Сейдл и что же такое Showbird? Эрик Сейдл – это основатель Flutter, и в какой-то момент, как он сам говорил, ему часто стали поступать запросы от пользователей по поводу того, что необходимо во Flutter внедрить функцию кодпуша, то есть доставление бэкфиксов, обход стоеров, обход привычных обновлений приложения. Но команда Flutter не хотела брать это в работу, поэтому он решил основать свою компанию с Blackjack и не последними людьми во Flutter комьюнити. Кодпуш или Over-the-Air Update. Здесь на слайде представлены две библиотеки. Это React Native CodePush и Showbird, собственно, про который я сегодня рассказываю. Дело в том, что у разработчиков на JavaScript-бейс-фреймворках таковым является React Native. Давно уже есть возможность кодпуша или доставки обновлений прямо на устройство пользователя. А если быть точным, то React Native CodePush вышел из беты в том же году, в котором релизнулся Flutter. То есть у них есть преимущество в виде шести лет. Что же такое? Showbird, так ли его сложно использовать? Здесь я решил вставить цитату из их официальной документации. Главное их правило — это, во-первых, не навреди. То есть использовать Showbird никогда не хуже, чем его не использовать. Или инверсируем маленько. Использовать Showbird всегда лучше или хотя бы точно так же, как его не использовать. Но чаще всего это принесет вам пользу на проекте. Здесь хочется также сказать о том, что так как не последние люди в Flutter Community делали этот сервис, документация написана точно так же, как у Flutter великолепно. Собственно, так ли сложно использовать Showbird? Краткий ответ — нет. Вам необходимо сделать всего алгоритм в виде пяти блоков с парой циклов. Очень сложно. Первый шаг. Вам необходимо установить Showbird. Это единоразовая акция. Благо, это делается намного проще, чем установка Flutter, потому что у меня установка Flutter в первые разы занимала довольно много времени и сил. Здесь необходимо ввести всего одну команду в PowerShell или в Unix-подобных системах в терминале. После этого появляется великолепная цапля, куликовая птица. Именно так веруется Showbird. И Showbird has been installed. Далее мы уже можем воспользоваться некоторым функционалом Showbird, некоторыми командами Showbird Tools. Например, привычным нам доктором. Только это будет уже не Flutter доктор, а Showbird доктор. Также мы можем посмотреть версии Showbird, версии Flutter, которая поддерживает Showbird, и изменить ее. Здесь стоит отметить то, что Showbird поддерживает последние версии Flutter, начиная с 3.10.0. Следующий шаг – это создать аккаунт и войти в него. Скорее всего, вы создали аккаунт еще до того, как начали устанавливать Showbird. Однако здесь я хочу заострить внимание на том, что недавно, примерно за месяц до того, как релизнулся iOS, перешел в альфу, появился бесплатный план для одного разработчика. То есть вы можете уже скачать Showbird и потыкаться, попробовать сделать какое-нибудь приложение, которое без бэкэнда будет доставлять ваш блок в телефоны ваших друзей каждый вечер. Делается это. Создаем аккаунт, логинимся через Showbird логин, ссылка на OpenOff, все как обычно. Следующий шаг, который будет повторяться редко, это создание проекта. Showbird на данный момент не предоставляет тузов для создания проекта, поэтому делаем это своим привычным способом, через Flutter Create или через IDE. И далее уже внутри корневой репозитория прописываем Showbird.init. Тем самым привязываем наш проект к серверам Showbird. Тут же запускается Showbird.doctor, он проверяет наличие интернета, ведь обновления будут доставляться по воздуху, очевидно, через интернет. Поэтому он, если они у вас еще не прописаны, пропишет их за вас. Далее у нас в репозитории появляются два файла. Это Showbird.yaml и название проекта email. Showbird.yaml содержит AppID уникальный, он публичный, и по нему сервера Showbird будут идентифицировать ваше приложение. И также закомментированную строчку auto-update false. По дефолту auto-update true, если вы хотите обновлять пользователей самостоятельно, вы выключаете эту функцию и уже хендлите сами. И название проекта email содержит просто конфигурацию Showbird. Далее самые интересные команды, самые основные. Showbird оперирует двумя понятиями. Это релиз и это патч. Собственно, они для нас привычны. Релиз — это какая-то фича, патч — это какие-то небольшие правки к этой фиче. Работали мы, работали, сделали какое-то приложение, релизнули его и прописали Showbird.release. Далее выбрали платформу, которая нам необходима. Это будет Android, iOS Alpha или AAR. Это для модульных проектов. И Showbird.release — это просто отбертка для FlutterBuild. Поэтому туда также можно дописать какие-то аргументы и настройки, как и во FlutterBuild. Далее в Output получаем примерно одинаковые вещи, как на Android, так и на iOS. И получаем артефакт. Здесь стоит отметить то, что при Android, при Showbird.release в виде артефакта будет не A и B и АПК, а только A и B. Поэтому, если мы хотим АПК, мы прописываем это ручками. И последняя команда — это патч. Мы выкатили какую-то фичу и заметили в ней какие-то баги. Мы их исправили, и мы не хотим отправлять это в Store, просить пользователя обновить приложение для того, чтобы эти баги исправились. Для этого мы прописываем Showbird патч. Выбираем опять же платформу. И патч делает несколько вещей. Если коротко, он точно так же билдит артефакты, отправляет div этих артефактов на сервера Showbird. Там они обрабатываются и добавляются в Stable Channel, с которого уже наши устройства, устройства пользователей будут проверять наличие обновлений и загружать их. Output точно такой же. И здесь стоит отметить то, что для того, чтобы приложение обновилось, необходимо перезапустить приложение дважды, потому что в первый раз он его просто обновит, а во второй раз он уже запустится с обновленного приложения. Что же по итогу у нас получается после проигрывания этих пяти шагов? Если коротко, я создал проект. Рассказывал я этот доклад уже внутри компании Effective, поэтому я Hello World преобразовывал Hello Effective. Здесь я уже решил продолжить с этого момента и преобразовать Hello Effective в то, что вы увидите. Я релизнул приложение, отсоединил телефоны от машины, закинул какой-то черный ящик с доступом в интернет. Далее я что-то изменил в коде, собственно, стартовую страницу, изменил ее и выкатил патч. Выкатил патч, достал телефоны, обновил приложение дважды, как вы видите, и у нас изменилась сертовая страница с Hello Effective на Hello The Fest. Можно на слайд. Собственно, сейчас немножко постараюсь объяснить, почему это работает. Почему код пуш работает на Flutter и не работает в нативке? Дело в том, что Flutter устроен так, что нативка сразу компилируется в бинарный код, а Flutter часть содержится в библиотеке, и там переработанный дартовый код, который можно обновить, можно изменить, и который компилируется при запуске приложения. Именно поэтому необходимо билдить приложение дважды. Оно билдится, проверяет обновления, изменяет файлы, и после этого уже билдится с измененных файлов. Поподробнее, чтобы понять это лучше, можно перечитать Flutter Architecture Overview и также устройство DartVM и компиляция. Что же команда Showbird сделала для того, чтобы мы могли пользоваться доставкой багфиксов по воздуху в обход загрузки обновлений? Они форкнули три репозитория. Немного кто задумывается из начинающих о том, что у Flutter на самом деле больше репозиторий, чем Flutter Flutter, который мы все используем. Например, основной это Flutter Engine. Это C-плюсовый код, который отвечает за отрисовку UI, за принятие ивентов и за коммуникацию с хостом. Это основной форк. Он позволил внедрить ростовую библиотеку Showbird Updater в движок. Showbird Updater — это библиотека, которая, собственно, проверяет наличие обновлений на серверах, и если они есть, она ее загружает. Как они и сказали, они написали ее на Rust, потому что он довольно хорошо интегрируется с плюсами, а также для того, чтобы не писать это на Dart и не запускать две виртуальных машины. Следующая библиотека — это Flutter Flutter. Это, собственно, библиотека с UI-компонентами, которые мы используем. Форк этой библиотеки они делать не хотели, но им нужно было изменить ссылку с дефолтного Flutter Engine на их модифицированный. И Flutter Builder Root — библиотека, которая содержит скрипты для билда проектов на Flutter. Форк этой библиотеки они также делать не хотели, однако Showbird использует спецсимволы, которые не поддерживают Flutter Tools, поэтому им необходимо их было добавить в allow list. Что же еще можно делать с Showbird? Я показал самый дефолтный, самый примитивный функционал, однако если расширять это все, можно добиться крутых вещей. Например, можно работать с флейворами на Android и на iOS. Если коротко, у нас просто будет создаваться несколько iPad-ишек для каждого флейвора, и мы можем обновлять их по отдельности. Работа с гибридными приложениями. Опять же, я говорил об этом. AAR. Showbird Release AAR или Showbird Patch AAR. Гибридные приложения — это где UI выполнена не только на Flutter, и мы как-то встраиваем туда модуль. Этот модуль мы можем обновлять. Следующее — это работа в команде. И, собственно, главная, основная вещь. Бесплатный план, к сожалению, подходит только для одного человека, однако есть платный для команды. Можете пушить обновления и патчи все вместе. Самое интересное для меня — это интеграция CI, GitHub или Codemagic. У них есть отличная документация о том, как это сделать. У Codemagic есть еще и дополнительно своя документация о том, как это сделать. И если сильно запариться, можно сделать так, чтобы ни разработчик, ни тестировщик, ни пользователь, никто не задумывался о том, что вы работаете с шербертом, а с шербертом у вас будут доставляться обновления сами. Дальше пакет, шерберт-код-пуш. Это именно та вещь, которая с версии 3.10.6 позволяет нам хендлить автоапдейт и делать его как-то самостоятельно. Например, этот пакет можно совместить с каким-нибудь сервисом уведомлений. Например, в FSM можно отправлять уведы к какой-то определенной группе юзеров. И, допустим, мы эту группу юзеров через уведомления будем обновлять, а другую группу юзеров не будем. Также шерберт можно совмещать с инэп-апдейт. Инэп-апдейт — это пакет, который позволяет обновлять приложение со стора внутри приложения. Здесь стоит отметить то, что шерберт и инэп-апдейт — это разные вещи. Инэп-апдейт — это доставка релизов, шерберт — это доставка патчей. Если их скомбинировать, будет очень удобно. Пользователю не нужно будет ходить в стора. Следующее — это релиз в стора. Собственно, это самая главная вещь, которая должна быть. Мы хотим релизить приложение в стора, и стора это позволяет. В стора уже есть приложение шерберт. В стора полно приложений с код-пушем от React Native. Поэтому проблем возникнуть не должно. Также работа с уже созданными приложениями. Вы можете проинициализировать шерберт в любой момент разработки. Главное, чтобы ваш проект был выше версии 3.10.0. Чего шерберт не может делать на данный момент? Шерберт не может менять хоста приложения. Это значит, что человек, который проинициализировал шерберт внутри проекта, будет главным, будет добавлять кого-то, будет его удалять из команды. И для того, чтобы сменить хоста, необходимо написать напрямую шерберт в службу поддержки, и тогда он изменится. Также нельзя добавлять сразу несколько людей. Добавлять их нельзя удалять. Это происходит по имейлу. Поэтому если у нас большая команда, которую мы переводим на шерберт, то придется написать какой-нибудь скрипт. Самое главное — это нельзя пушить ассеты. В будущем они планируют это добавить, но на данный момент нельзя. Нельзя пушить нативный код, потому что если бы можно было пушить нативный код, то у натива тоже был бы код push. И также нельзя изменять сам Flutter движок. Нельзя изменять версию приложения в патче, потому что версия приложения привязывается к релизу. Нельзя обновлять что-то, кроме Android и iOS. На данный момент они задаются вопросом, необходимо ли добавлять десктоп, и опрашивают пользователей. И нельзя, к сожалению, на данный момент хостить сервера самостоятельно. Но здесь стоит отметить то, что шерберт заявляет о том, что они не хранят код, они его никак не обрабатывают, и в патчах и в релизах у нас отправляются сбюженные проекты, а не сам код. На этом все. Спасибо за внимание. Открыт к вопросам. Привет, спасибо. У меня вопрос про форки. Есть у них новости какие-то? Они собираются это в основной Flutter затаскивать? Или вообще там пока непонятно? Ну, если бы они планировали это затаскивать в основной Flutter, они бы не создавали отдельную компанию. Но я думаю, в какой-то момент я бы хотел верить в то, что они в какой-то момент договорятся с Flutter и интегрируют это все вместе. Просто это довольно тупиковый, на мой взгляд, путь. И я думал, что как раз-таки идея была в том, чтобы создать компанию, форкнуться, показать, что это состоятельный продукт, и потом убедить Flutter таким образом, что давайте-ка мы это в основной движок вкатим. Короче, пока новостей нет. Понятно. Спасибо. На данный момент репозиторий не такой популярный, и немного людей об этом знают. Я думаю, если комьюнити прибавится, они додавят. Супер, спасибо. Да, спасибо за доклад. А как вообще там решается вопрос с безопасностью? В каком плане? Ну, то есть, если ты, получается, можешь приложение подменить, которое установлено у пользователя, это потенциально дра. Я думаю, это хендлится какой-то политикой сторов. Если они такое заметят, они вас тут же заблочат. Нет. Не-не-не, ну, то есть, у тебя пользователи уже там потеряют что-то. Да? Хендлится, получается, совестью разработчиков. Нет, ну, тут это не разработчики. То есть, получается, ты пользуешься сторонним сервисом, который тебе… ну, то есть, пускаешь этот сервис в свое приложение, которое может этим приложением управлять. И если в этом сервисе, условно говоря, есть проблемы с безопасностью, то ты потенциально дискредитируешь свое приложение, которое выпустил. Получается так. Поэтому пользователи и хотят хостить сервера самостоятельно, но на данный момент это невозможно. Но я думаю, они неплохо… Ну, и даже ты, получается, интегрируешь в себе в приложении потенциальную возможность подменить код. Верно. И это тоже дырка. Бэкдор так называемый. Ну, это будет уже хендлицей и разработчиками, что берет. Я думаю, они в этом понимают немало. Да тут дело не в разработчиках. То есть, ты себе делаешь бэкдор, который, ну, потенциально можно эксплуатировать. Ну, то есть, тут не вопрос, как бы, этики, а вопрос то, что, ну, это бэкдор, в который можно залезть. Наверное, в этом причина, почему в Flutter команда не хочет это интегрировать. Скорее всего. Ну, короче, очень узкая штука. Наверное, для MVP подходит, когда на стадии разработки, отладки. А если уже какое-то рабочее, серьезное приложение, то я не знаю, какой клиент захочет это себе пустить. С React-нетем тут все понятно, там, как бы, это отдельная история. А у Flutter сомневаюсь. Они же тут за безопасность сильно топят. Команда Flutter, они там получили новый сертификат безопасности, и они еще дальше хотят эту историю развивать. Спасибо. Леша, вопрос такой, может, знаешь, может, не знаешь, может, так в плане просто просуждаем вместе. Как к этому относятся Apple и Google, мимо которых, ну, по сути, они теперь нужны просто, чтобы один раз задистрибьютировать, да, вот в такой схеме, а потом, как бы, все, что угодно, можно попадать в сторы, про сути, минуя их ревью. Ну, на данный момент не все может попасть. Опять же, мы не можем пушить нативку. React Native, насколько я знаю, не может пушить библиотеки. Flutter с этим справляется отлично. Также на данный момент мы не можем пушить ассеты, поэтому, ну, я думаю, многие фичи содержат ассеты. Это шрифты, это iMajer. А также, насколько я знаю, у стоеров есть какая-то политика по этому поводу, но я в нее не углублялся. Я понял. А с React Native приложениями это типа около работает, и уже 6 лет. Ну да. И никто их не ругает за это. То есть, если я сейчас пойду, выпущу приложение, какое-нибудь, не знаю, мои приключения, а потом раз заапдейтю его для поддержки какого-нибудь банка, приложение которого нет в истории, то он вот что со мной сделает? Как ты думаешь? Надо пробовать. Да, нужно пробовать. Тинькофф, например, выпустили на iOS свой банк под видом учебного приложения, выложив инструкцию о том, как запустить банковский клиент. Ну окей, да, ладно, я понял. Спасибо, Леша, за доклад. Аплодисменты. 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 Спасибо.